Михаил Анатольевич, следователи и ваши коллеги работают очень хорошо. Наказание суровое. Тем не менее, возникает вопрос, почему чиновники берут, почему не боятся? Наверное, это просто жадность. Потому что, я скажу, что достаточно высокие зарплаты у наших чиновников, у различных ведомств. Но, по всей видимости, жадность им хочется больше. Если говорить о суммах, которые берут чиновники, о цифрах, которые фигурируют в преступлениях, связанных с коррупцией, вот есть некий минимум и максимум, исходя из вашей практики, сколько брали чиновники? Если говорить о руководящих структурах, то, скажем так же, чиновниками, там суммы от нескольких тысяч рублей и заканчивая миллионами. К примеру, по уголовному делу в отношении бывшего начальника Центра финансового обеспечения территориального управления Министерства внутренних дел, общая сумма взятки, которую мы вменяем, составляет около 28 миллионов рублей. Но она была получена частями на протяжении около пяти лет. Но в среднем, конечно, таких дел немного. То есть, где сумма взятки превышает несколько миллионов, их немного. Наверное, в среднем все-таки до миллиона в пределах. Насколько хитрее становятся чиновники, насколько изощреннее схемы, по которым совершаются коррупционные преступления за последние несколько лет? Если, условно, 10 лет назад возбуждалось достаточно много уголовных дел по фактам получения взяток в кабинетах, в конвертах, передачи где-то приличных встречах в ресторанах, кафе, то сегодня практически таких дел уже нет. В исключительных редких случаях денежные средства передаются лично, и я имею в виду, получаются лично чиновникам. В основном очень сложные придумываются схемы по перечислению денежных средств от взяткодателя к какому-либо аффилированному, знакомому, либо даже часто и незнакомому лицу, как правило, пользуются так называемыми обнальщиками, которые через манипуляции и перечисления неоднократных денежных средств с расчетных счетов разных нескольких организаций, в итоге деньги эти обналичивают, передают снова же доверенным лицам определенного чиновника, и тот уже их получает. Естественно, это отследить очень непросто. Почему чаще всего, когда ведется расследование о коррупционном преступлении, в качестве меры пресечения для чиновника, например, избирается именно арест? Есть пример, когда заместитель директора департамента Миренков, находясь, насколько я помню, на подписке о невыезде, сбежал от следствия и спрятался на протяжении нескольких лет. Да, действительно, следствием принимаются такие решения об избрании в отношении обвиняемых, как правило, уже по уголовным делам чиновников, меры пресечения в виде заключения под стражу, потому что более мягкая мера является неэффективной. Подписка о невыезде, она лишь ограничивает возможность передвижения чиновника. Она никоим образом не сковывает ему руки для принятия каких-то там мер по сокрытию следов, уничтожению документов. Что бы вы могли назвать главным достижением следственного управления Следственного комитета по Омской области? Каждое маленькое достижение наше — это направление уголовного дела в суд и вынесение обвинительного приговора. То есть мы тогда понимаем, что мы не ошиблись, мы приняли правильное решение, мы привлекли виновного и сделали все верно. Прокурор нас поддержал, суд вынес приговор. На сегодня чиновник, подписывая соответствующий документ, какой-либо платежный, перечисляя бюджетные средства, еще раз говорю, какое-либо распоряжение о предоставлении муниципального государственного имущества, земельных участков, уже более взвешенно к этому подходит. И думает, а не будет ли потом к нему вопросов, когда будут перечислены деньги или предоставлены имущества, а окажется, что это было незаконно. И это тоже определенное достижение, я считаю, которого мы добились. Спасибо большое, Михаил Анатольевич, что ответили на наши вопросы. Спасибо вам.